Зима. Россия. Тридцатые годы. Голод, мороз, минус тридцать. По двору бежит бедно одетый мальчик с охапкой хвороста. За ним несется дворник в шапке и телогрейке. Мальчик бежит и думает. Нет, но так решительно нельзя. Я из хорошей семьи. Я хочу учиться, саморазвиваться. Хочу в конце концов быть как мой любимый писатель Эрнест Хамингуэй. Мужественный, сильный, на пляжах Кубы ловить рыбу, а не от дворника в этом городе убегать. Куба. Жара Эрнест Хамингуэй. Действительно мужественный и сильный. Сидит на пляже и пьет из горла ром, окруженный жаркими кубинками. Хамингуэй думает. Нет, это не жизнь. Никакого героизма тут нету. Народу ничего не нужно. 24 часа в сутки жара, мозги плавятся, женщины толстые. Вот бы быть бы сейчас в прохладном Париже с моим другом Андре Муруа. Мы бы с ним выпили хорошего французского вина, зажгли бы камин и проговорили бы о вечном до ночи. Париж. Прохладно. Неделю льет дождь. Андре Муруа сидит в своей мансарде, выпивает третью бутылку коньяка, в постели дрянут две парижанки. Муруа чертыхается и говорит. Нет, это не жизнь. Это декаданс какой-то, симуляция. Вот был бы я сейчас в холодном Воронеже, нашел бы своего друга, великого писателя Андрея Платонова. Мы бы с ним сразу бы по 100 грамм настоящей русской водки и сразу бы были ближе к вечности. Вот это жизнь. Воронеж. Зима. Мороз. Голод. Андрей Платонов. Шапки и телогрейки несется по Воронежскому двору за мальчиком и думает. Блять, догоню, убью шутку.